Уважаемый Геннадий Якульевич и Александр Николаевич, Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, дамы и господа. Я сердечно приветствую всех участников торжественной церемонии вручения премий митрополита Московского и Коломенского Макария Булгакова в области естественных наук за 2022 год. В этом году возрожденная Макаревская премия отмечает свой 25-летний юбилей, или лучше сказать первый юбилей. Отрадно отметить, что за минувшее время премия стала авторитетной и почетной наградой, которая вручается как по гуманитарным, так и по естественно-научным дисциплинам. Все это свидетельствует о том, что дело митрополита Макария живет и показывает реальную востребованность в современных условиях и затрагивает жизнь церкви, государства и научного сообщества. Потому что к этой премии, к нашей общей работе имеют отношения и государственные люди, и конечно представители церкви, что для меня очень важно, нашего научного сообщества. И вот, конечно, может быть следует отметить следующее, что все это помогает установить более тесные и плодотворные отношения между церковью и научным сообществом. И преодолеть, может быть, какие-то рудименты того недопонимания и некоего даже противостояния, которые были спровоцированы не научными знаниями, а идеологией. Потому что, согласно господствовавшей на определении десятилетия идеологии, церковь это пережиток прошлого. Но если прошлого нет, почему она существует? Зачем нам нужны пережитки, когда уже от прошлого отказались? И поскольку вот эта нестыковка очень ясно сознавалась с соответствующими государственными деятелями и теми, кто был ответственен за идеологию, то направлялась вся мощь государства на то, чтобы эти пережитки искоренить. Что получилось? Церковь осталась. А вот с государством, которое искоренял эти пережитки, произошло то, что произошло. Поэтому мы сегодня уже можем сказать, что эти искусственные средостения, они легко преодолеваются, если есть добрая воля и есть некое общее целеполагание. Истина существует, и целью науки является ее поиск. Вот эта цитата из речи Залезняка на вручении ему литературной премии имени Сложеницына за 2007 год. Эти слова, принадлежащие Андрею Анатольевичу Залезняку, известному своим мужеством и своим вкладом в нашу национальную жизнь, очень точно выражают суть, в общем-то, всякого научного познания. Замечательно, что Макаревский фонд вносит значимый вклад в укрепление этой важной связи между церковной и светской наукой, которые, мы знаем, нередко могли соединяться в деятельности одного человека. Так, если взять историю века XX, можно вспомнить труды таких известных церковных ученых и одновременно ученых светских, как священник Павел Флоренский, который, помимо богословских наук, немало сделал для развития инженерной мысли. Разумеется, невозможно не сказать о святителе Луке Война-Ясенецком, чьи труды по хирургии и анестезиологии не потеряли своего значения и по сей день. Сегодня человечество сталкивается со множеством серьезных вызовов, одним из которых является, в частности, отсутствие вдумчивого отношения к информации, что приводит к опасному размыванию границ между правдой и ложью, подмене подлинного знания частным мнением и созданию параллельной реальности, мира фейков так называемых и откровенно ложных суждений. Святитель Лука Война-Ясенецкий, вспоминая известную мысль Фрэнсиса Бэкона о том, что знание приводит к Богу, полузнание удаляет от него, с горечностью свидетельствовал, что полузнание – настоящий бич нашего времени. В этих условиях общая задача церкви и ученых заключается в том, чтобы твердо стоять в истине, поддерживать подлинное знание и свидетельствовать о правде. Мы живем в неспокойное, непростое время, хотя не знаю, и существуют ли спокойные времена, а если посмотреть на историю нашего Отечества, много всего было неспокойного и критически опасного, и тем не менее Отечество наше прошло и проходит через испытания и остается великой Россией, к чему мы, думаю, должны все, каждый на своем месте и служить. Вот в связи с этим хотел бы пожелать Макариевскому фонду долгих лет плодотворной работы, потому что и Макариевский фонд, и премия эта тоже вносит свой вклад и должна вносить вклад в развитие отношений между церкви и научным сообществом, содействовать поддержке тех молодых ученых, которые в такой поддержке нуждаются. Я сердечно поздравляю всех лауреатов, номинантов конкурса и выражаю надежду на то, что и впредь пример жизни и просветительской деятельности преснопамятного митрополита Макария будет вдохновлять и современных исследователей на благородное и жертвенное служение Отечеству и науке. Призываю на всех вас Божие благословения и желаю успехов в дальнейших трудах, а также желаю развития тех добрых отношений, которые вот в том числе и через наши встречи установились и развиваются между церковью и современной российской наукой. Благодарю вас за внимание. Мы начинаем церемонию награждения лауреатов Макарийских премий в области естественных наук. Награды вручает Святейший Патриарх Московский и Вся Руси Кирилл. В номинации «Методы естественных и точных наук в изучении истории Церкви и христианских древностей и культурного наследия России и славянских стран, инновационные технологии, обеспечивающие высокое качество сохранения наследия». Первая премия вручается авторскому коллективу. Балкову Евгению Вячеславовичу, доктору технических наук, старшему научному сотруднику Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской Академии наук. И Позняковой Ольге Анатольевне, кандидату исторических наук, научному сотруднику отдела археологии Палеометалл Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук за цикл работ «Разработка и адаптация геофизических методов исследования для решения археологических задач». Вторая премия в номинации «Методы естественных и точных наук» вручается Караваевой Елене Валерьевне, кандидату исторических наук доцентру кафедры теории и истории государства и права Новосибирского государственного аграрного университета за труд. Лечили словом и делом санитарно-просветительская и медицинская деятельность Русской Православной Церкви среди сельского населения во второй половине XIX в начале XX века по материалам Томской епархии. Третья премия вручается авторскому коллективу Шевченко Владимиру Игоревичу доктору физико-математических наук ректору Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Полухиной Наталье Геннадьевне доктору физико-математических наук главному научному сотруднику физического института Российской Академии Наук ведущему эксперту Национального исследовательского технологического университета МИСИС профессору Национального исследовательского ядерного университета МИФИ иеромонаху Родиону Ларионову кандидату физико-математических наук кандидату Богословия исполняющему обязанности директора Института фундаментальных проблем социо-коммунитарных наук Национального исследовательского ядерного университета МИФИ за труд «Инновационный неинвазивный метод мионографии для исследования объектов культурного наследия». Третья премия вручается авторскому коллективу. За парею Владимиру Васильевичу, профессору, доктору исторических наук, профессору кафедры истории России Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета, заслуженному работнику высшей школы РФ и старшим научным сотрудникам института теории археологии Уральского отделения российской темы наук и кандидатам исторических наук. За парею Владимиру Васильевичу и Мельникову Никите Николаевичу за цикл работ. Историко-металловическое исследование брони уральских танков периода Великой Отечественной как объектов индустриальной культуры. Молодежная премия вручается Курбановой Фатиме Габибулаховне, кандидату биологических наук, научному сотруднику лаборатории полиархивов природной среды Института географии Российской академии наук за труд. Почва археологических памятников как индикаторы динамики природной среды Центра Русской равнины в Голоцене. Номинации научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение. Первая премия вручается авторскому коллективу. Рогаеву Евгению Ивановичу Академию Куран, доктору биологических наук, заведующему кафедрой генетики биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Награды получает представитель авторского коллектива Григоренко Анастасия Петровна. Второй премией награждается Яшин Алексей Афанасьевич, доктор технических наук, доктор биологических наук, профессор и научный консультант Низинского института Тульского государственного университета за труд. Универсальная эволюционная регуляция. Алексей Афанасьевич принимает участие по видеотрансляции и награда будет направлена лауреату. Третья премия вручается авторскому коллективу отделения неотложной кардиологии Научно-исследовательского института кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра Российской Академии Наук. Вышлову Евгению Викторовичу, доктору медицинских наук, ведущему научному сотруднику, председателю Томского общества православных врачей. Награды получает представитель авторского коллектива Вышлов Евгений Викторович. Третья премия вручается Белевцевой Валентине Ивановне, кандидату сельскохозяйственных наук, старшему научному сотруднику лаборатории кормопроизводства и ягодных культур Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Якутского научного центра Сибирского отделения Российской Академии Наук за труд. Сорта земляники селекции якутского НИИСХ имени Сафронова. Молодежная премия вручается Рыгиной Марии Евгеньевне, младшему научному сотруднику лаборатории пучково-плазменной инженерии поверхности Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской Академии Наук за труд. Структура и механические свойства заэфтектического силумина, облученного импульсным электронным пучком. Молодежной премией награждается Ибрагимова Марина Константиновна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра Российской Академии Наук за научную работу Изменение генетического ландшафта опухоли молочной железы в процессе неоадьювантной химиотерапии, связан с метастазированием Марина Константиновна принимает участие по видеотрансляции, награда будет направлена лауреату По решению комитета в номинации научные исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды присуждены две первых премии, вторая премия не присуждается Первая премия вручается авторскому коллективу Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской Академии Наук Кондратьеву Сергею Алексеевичу, доктору физико-математических наук, главному научному сотруднику, руководителю лаборатории математических методов моделирования За труд математическое моделирование, масса переноса в системе, водосбор, водоток, водоем Первая премия вручается авторскому коллективу Черешневу Валерию Александровичу Академии Куран, доктору медицинских наук, научному руководителю Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской Академии Наук Заведующему кафедрой микробиологии и иммунологии Пермского государственного национального исследовательского университета За цикл работ по теме иммунная и нейроэндокринная регуляция в условиях воздействия факторов среды обитания различного генеза Третья премия вручается авторскому коллективу Жирову Владимиру Константиновичу, доктору биологических наук, члену корреспонденту РАН, профессору Исполняющим обязанности директора научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике Кольского научного центра Российской Академии Наук И сотрудником географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова За труд фиторикультивация деградированных земель Терского побережья Белого моря Третья премия вручается Ирине Геннадьевне, кандидату технических наук, доценту, заведующей кафедрой космической и физической геодезии Сибирского государственного университета геосистем и технологий За труд геоинформационное кардографирование численности и распределение позвоночных животных Молодежная премия вручается авторскому коллективу научных сотрудников лаборатории экспериментальной нейрофизиологии Научно-исследовательской части Иркутского государственного университета Малыгиной Екатерине Владимировне, Дмитриевой Марии Егоровне, Маргуновой Марии Михайловне За труд цикл научных работ Биотрансформация отходов, лесопиление психрофильными бактериями озера Байкал Биологически активные природные соединения